Субтитры делал DimaTorzok Тан Сан настоящий мастер и знаток скрытого оружия. Знания из прошлого мира не раз спасали ему жизнь. Да, в последнее время он не так часто использует в бою скрытое оружие, но это не значит, что оно неэффективно. Достаточно вспомнить, как всего-то один лотос ярости Будды разгромил весь отряд легиона ангелов, а это были сильные духовные мастера, большинство из которых имели 7 или 8 колец. И вот сейчас против богини ангела Тан Сан продемонстрирует сильнейшую технику среди скрытого оружия. Да, Слеза Гуанинь это именно техника, а не само скрытое оружие. В Секте Тан использование навыков со скрытым оружием заключалось в том, чтобы превратить сложное в простое, придавая самым простым и незначительным атакам самые мощные эффекты. Слеза Гуанинь занимает первое место среди скрытых оружейных техник Секте Тан. Чтобы использовать Слезу Гуанинь, пользователь должен довести до пика таинственную нефритовую руку, путь призрачной тени и другие. Кроме того, навык таинственного неба должен достичь самого высокого уровня, пикового состояния трёх цветов. Пользователь использует таинственную нефритовую руку, чтобы извлечь каплю чистой воды и собственной крови, сконденсировать в ней всю энергию тела и души, а затем выстрелить ею во врага. Насколько это мощная техника? Она эффективна даже против мастеров сотого ранга, которые уже являются богами. Она способна пронзить сердце духовного мастера сотого ранга, уровня бога, после чего следует взрыв. Его мощь можно ещё больше увеличить, если пользователь добавит больше божественной силы. Тан Сан с её помощью смог ранить Ань Ринсюэ на уровне бога. Причина, по которой слеза Гуанинь настолько сильна, заключается в том, что у неё есть особый атрибут. Этот особый атрибут – игнорировать любую защиту и никогда не терпеть неудачу. Давайте узнаем, как же всё это произошло. Пари между Тан Саном и Тан Ринсюэ была в самом разгаре. Оставалось около 30 секунд горения палочки. У Тан Сана оставалось всего одно невзорванное кольцо. Это было девятое кольцо на сине-серебряном императоре. Тан Ринсюэ была в ярости. Энергия этого кольца ожидаемо была слабее, чем на молоте чистого неба. Тан Сан готовился к последней атаке. Когда девятое кольцо от буйвола Питона взорвалось, золотисто-голубое сияние полностью изменилось. Тан Сан проглотил золотую муху. Это была седьмая духовная способность Оскара. Тан Сан знал, что на этот раз он должен использовать этот козырь. Если бы монстры Шрека были здесь, они сразу поняли бы, что следующая атака Тан Сана будет самой сильной из всех его атак. К слову, золотая муха Оскара, его седьмой навык, увеличивает следующую используемую способность мастера, который её проглотил, на 50%. К сожалению, Тан Ринсюэ не была знакома с навыками Тан Сана и монстров Шрека. И она абсолютно не верила, что Тан Сан, раненый без колец, может что-то предпринять. Теперь, подняв правую руку и взорвав своё последнее кольцо, Тан Сан наконец получил силу для последней атаки. Перенапряжение сказалось на его травмах, его правая рука была в крови, и сейчас произошла странная сцена. Слабый золотой цвет исчез в этой крови, оставив только маленькую прозрачную каплю в руке Тан Сана. Его правая рука теперь стала полностью нефритового цвета. В этот момент Тан Ринсюэ почувствовала, как будто всё тело Тан Сана стало одной рукой, и эта рука держала только одну каплю воды, на вид самую обычную каплю. Из тела Тан Сана вырвался белый туман и превратился в три огромных цветка лотоса, которые сгустились в воздухе над ним. Когда он взмахнул правой рукой, вытягивая эту каплю воды, весь туман сжался, превратив её в кристаллический белый цвет. Тан Ринсюэ в это время была всего в 10 метрах от Тан Сана, и он ясно ощущал палящий жар от её английского меча. Но его взгляд был полностью прикован к его руке и этой капле. В уме Тан Сан проговорил. Тян Ринсюэ, ты должна чувствовать себя польщённой, потому что с тех пор, как я пришёл в этот мир, я впервые использую эту способность. Он закрыл глаза, и в следующий момент, казалось, погрузился в белый свет. Даже Тян Ринсюэ не видела, как он двигался, но эта белая капля уже исчезла с руки Тан Сана. Слеза Гуанинь. С этими словами вспыхнулась сильнейшая атака Тан Сана. Тян Ринсюэ резко замедлилась. Глаза широко открылись. А лицо полностью застыло. Тан Сан покачнулся, он чуть не упал. Но его лицо было совершенно спокойно. В глазах светилось чувство гордости и победы. Палочка благовонии погасла. Время наконец вышло. Ангельский меч в руке Тян Ринсюэ также погас. Она посмотрела вниз, глядя на свою грудь. В этой прочной золотой броне, которая блокировала удар Тан Сана, теперь была небольшая дыра. Ничем не примечательная дырочка, вокруг даже не было трещин. Это место было точно в её сердце. Не верится, но Тан Сан техникой слеза Гуанинь буквально пробил или прострелил сердце богини Тян Ринсюэ насквозь. Не помогла не её божественная защита, не броня. Чистая золотая стройка крови капала из рта Тян Ринсюэ. Да, её сердце было проколото. Эта белая крошечная капля пронзила её сердце. Ангельская броня была сломана. Тян Ринсюэ медленно подняла голову, глядя на Тан Сана. Она не верила своим глазам. Слеза Гуанинь? Что это за способность? Я никогда этого раньше не видела. Её голос был по-прежнему очень спокоен. Этой атаки было недостаточно, чтобы лишить её жизни. На уровне бога она могла выжить даже с пронзённым сердцем. Эта травма, которая была бы смертельной для обычных людей, всё же не могла мгновенно убить её. Но без сомнения, Тян Ринсюэ была серьёзно ранена в результате этой атаки. Тан Сан вздохнул. Моей силы всё ещё недостаточно. Иначе она не просто пронзила бы твоё сердце, но заставила его взорваться. В этом случае даже бог мог бы оказаться полумёртвым. Эта слеза Гуанинь. Тан Сан победил, он выиграл пари. Тян Ринсюэ на самом деле его отпустила. Но как Тан Сан заберёт трезубец, это тоже очень интересная история. Мы это также рассмотрим. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком сильнейшем скрытом оружии, что даже пронзило сердце богини. Подписывайтесь на канал и всем пока.